так друзья наконец-то наконец-то финал того же самого 4792 фасткапа между командами экстрим майнд гейминг и crazy warriors of the light долго мы ждали когда ребята начнут все таки свою игру наконец-то дождались сейчас у меня есть главная миссия по поводу помимо того чтобы откомментировать игру это не забыть убрать картинку иначе я себе этого не прощу в третий раз поехали xmg сразу забанили ликантропа и бэтрайдера очень популярных героев которых банят сейчас все кому не лень да и пикают также все кому не лень сильные персонажи в текущей мете и играть против них всегда неприятно и мирана инвокер от команды квотт кстати ну сегодня я уже третью игру по моему или вторую комментирую в которой решают избавиться от мираны в первой фазе ну вот такая вот мирана буквально год назад ее вообще все игнорировали аси популярных персонажей и один из самых популярных керри героев в доте вообще причем не только керри ну что уж там говорить ее используют часто и в миддл и на триплу в сложную при том что она не всегда там выполняет роль мэйн керри тренд протектор для xmg и энштопарейшн от команды квоттл кстати тренд всегда неплохо контрил операция так как тики его ультимейта смысле ультимейта а а очень неплохо блочились ливен армором и ну многие люди это уже отмечали я лишь повторю это действительно можно сэйвить тем более по всей карте то есть если там партнер по команде делает и по аут на базу тренд протектор вполне может и на базе засейвить своего тиммейта такая же пара суппортов как и в прошлой игре которую мы смотрели рубик энштопарейшн ну тогда мы помним что они делали тогда они взяли себе вайпера и вайпер на трипле очень неплохо себя проявил вынес очень много итомов полезных и томов и брю мастер от xmg вот это мне уже нравится это уже что-то новенькое брю мастера мы еще сегодня не наблюдали надеюсь что это не последний пик интересный который мы сегодня увидим луна в бан залетает от xmg ну она в принципе неплохо подходит такой паре саппортов также рейндж герой также герой который в лейте очень силен герой который способен под чилинг тачем выдавать огромную кучу дэмэджа плюс со своей аурой да и три на три против такой триплы стоять безумно проблематично чего и старается xmg избежать дисраптора банят квотл вот это не совсем не ясно возможно будут добирать кого-то героя который против дисраптора не очень хорошо себя чувствует может быть какой-нибудь шторм спирит как вариант дума банят xmg это в первую очередь бан против брю мастера так как дум если все-таки зацепит брю мастера ультом если ультанет по нему то то панда будет бесполезная в драке а панда должна выполнять колоссальный объем работы в замесе и по сути вырубать вот этих двух очень тонких саппортов дум способен этому помешать рейс кинг от квотл ну вот это мне не совсем ясно так как по сути предполагается посылок брать рейс кинга не было и и вайпер вайпер в очередной раз от квотл в очередной раз та же самая трипла скорее всего так же она пойдет в сложную ну вернее не в сложную не обязательно в сложную хотят ребята стоять три на три как прошел раз и три на три они могут жизнь подпортить тренту как мы это уже видели там был тренд shadow demon гирокоптер здесь может повториться то же самое прошу сказать как меня слышно на твиче напишите пожалуйста в комментариях вообще громко не громко говорят что меня слишком громко слышно может быть стоит звук убавить немного не знаю не задумались задумались xmg им они не знают что вайпер пойдет на триплу потому что ну я уверен что так и будет хотя вайпер очень неплохо стоит против брю мастера и брю мастер не совсем спокойно там стоит дайт хантер вот такой вот больше на замес направленный пик очень тяжело будет драться против них когда все получат шестые левел и когда у всех появится догира не дай бог для команды квотл потенциал в драке вообще будет безумный главное линия отстоять хорошо а линия стоять хорошо с таким пиком будет немного проблематично однако если этот хантер не будет далеко подставляться то если он будет стоять против этих трех героев он вполне может выживать под лимин армором брю мастер спокойно свободно себя чувствовать практически против любого героя в миде ну кроме того самого вайпера все в принципе тогда можно 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 избежать вот этой проблемы расстановки 3 на 3 дэс профит вау дэс профит это уже весело тогда мы видели тимберсоу сейчас тимберсоу как-то не очень хорошо смотрится мне кажется однако 3 мили героя статы резать панди ну если бы был крейс кинг тогда да тогда тимберсоу заходил бы очень круто в этой ситуации можно придумывать более интересного героя на хардлайн и вот он даже должны задуматься над выбором этого этого героя здесь не нужен клокверк здесь не нужен тимберсоу тимберсоу тогда кто опять же если треплу отправят сложную спокойно поставить кого-то героя против тайт хантера и это должен быть не миле героя начать тайт хантер его изнасилует своими своим постоянным спамом анчер смеша дазл для xmg очень такой сейвящий тандем саппортов который способен разве что спасать своего мейн керри если вот эти три товарища пойдут стоять три на три то ни дазл ни тренд протектор спасти их не смогут и не дай бог xmg возьмут себе что-то на на подобие спектры спектра конечно может затерпеть каким-то образом может вынести хоть что-то ну даже не знаю диффуза банальные то спектра конечно будет разваливать и аппарата и рубика и дес профит кстати неплохой бан бристалбека я даже подумал что квотал могли бы его себе взять и фуриан фуриан тоже очень интересный вариант как мне кажется что сделает команда квотал это пойдет трипла в сложную дес профит в мид и начер с профит в легкую он спокойно постоит против тайт хантера и будет прилетать вниз помогать добивать трента дазла и какого-то мейн керри пока мне пик команды квотал нравится немного больше xmg нужно как-то угадывать и избегать в этой расстановке 3 на 3 мне задают вопрос за кого я болею я не за кого не болею я беспристрастный комментатор я за красивую доту болею и за оригинальные пики вот если xmg сейчас каким-то чудом ну не знаю вдруг им в голову взбредет пикнуть некро лайта он же некрофос то я бы за них болел но они его не пикнули они пикнули эмбир спирита боже которого я терпеть как ненавижу не дай бог его когда-нибудь апнут и он вернется в доту окончательно ну и давайте начнем смотреть финал пожелаю командам удачи ни за кого не болеют болею за красивую 60 минут ную доту я люблю 60 минут ную доту с переворотами разворотами убийством десяти рошанов и мега крипами две стороны ну конечно мечтать об этом не приходится вау я вспомнил и практически вовремя убрал баннер да здравствует марталис за его улучшение в работе памяти ну и поехали посмотрим кто на ком играет алкафайтер капитан команды квоттл будет играть на рубики ликвайт будет выступать на дес профиде висперс соответственно на фурионе king of гадз на вайпере ну и хэвинг но фьючер на энд опорейшн команда максим джи лерой капитан команды играет на тренд протекторе ювелир будет фармить как я понял в легкой на эмбер спирите ск я буду его называть потому что ну или ск ск наверно пойдет на бремастере скорее всего в мид эйс буду также читать эйс потому что ну вот это не читабельно на самом деле есть пойдет сложный на тайт хантере и вампир вот такой вот стандартный пик 2004 года вампир будет играть на дазли вампир не обижайся просто у меня ассоциации с какими-то старыми компьютерными клубами когда народ ходил там играл и ставился и ники ленин сталин вампир демон госу нуб и так далее ну и все узнали что тайт хантер пошел наверх и побегут вниз да как я сказал побегут вниз а фури он пойдет спокойненько стоять против тайт хантера маяк 7g этого не поняли как я понял и поплатится за это сполна когда увидят кто против них все таки стоит на миде довольно интересное противостояние будет брю мастер очень хорошо стоит против практически любого героя в миде а дес профит при наличии сайленса при наличии спамящего скилла может подпортить немного жизнь брю мастеру и и хочется мне увидеть кто же все таки на чьей же стороне будет перевес так как такого противостояния в миде я еще не наблюдал благо баньши не так часто пикают как тоже своеобразный очень герой сейчас попытка попытка сразу от котл напасть на эмбер спирит эмбер спириту ну он уйдет конечно он должен уходить или нет умирает вот так вот очень очень много дэмэджа я даже ну это не просто много это чрезвычайно много и сразу ферст блайт на мейн керри на эмбер спирите вот в такие моменты эмбер спирит бесполезен действительно бесполезен он ну я не знаю что он будет делать ему будет крайне тяжело дальше ребята не угадали что против них поставят триплу вайпер будет спокойненько убивать крипов а эмбер спирит будет эмбер спирит пошел уже на верхнюю линию эмбер спирит будет меняться лайнами с тайтхантером саппорты перетянутся наверное чуть позже ну здесь по сути можно вообще эмбер спирита в соло оставлять наверху а тайтхантер пойдет вдруг пойдет в лес там что-нибудь такое но это такое это мои глупые мысли я прекрасно понимаю что так не будет однако было бы интересно посмотреть на что-то новое в миде ну в миде мы сами видим баньши переигрывает панду уже сейчас хоть и по хп просели оба достаточно серьезно однако кстати проблемы сейчас будут у баньши панда убьет ее один удар один и второй да фраг от брюмастера эскей сыграл очень хорошо он просто переиграл в этих майндгеймс своего оппонента сейчас фурион смотрите заберет руну и бедняга панда вынуждена будет идти на базу хоть и есть ну или обузить конечно боттл однако только через минуту появится апгрейд курьера сейчас попытка боттл запушить снизу возможно будет фурион сюда приходит а нет просто сваплайн свайпер ушел наверх но они понимают что не стоит оставлять эмбер спириту фарм и перемещаются туда где он находится постоянно и так будет снова и снова если эмбер спирит решит вдруг опять от них сбежать ну что брюмастер брюмастер принес себе сапог не стал кстати обузить почему то спорное решение сейчас бы кура как раз апнулась он бы принес себе через 30 секунд боттл а теперь терпеть терпеть и еще раз терпеть против баньши снизу снизу кстати надо на фуриона нападать и убивать его почему так долго мешка а нет я да нет я да ну конечно с таким скилл билдом его не убить а был бы яд убили бы сейчас еще проблемы будут у тренд протектора на развороте висперс вообще ничего не боится у него сапог есть у трента сапога нет у даззл сапога нет естественно и добла вот такая тайтхантер эмбер спирит от команды мэксим джи своеобразная добла и тайтхантер в лес не ушел и эмбер спирит здесь не получит экспы суппорты разве что будут немного денег зарабатывать экспу выносить но опять же насколько это вообще полезно для спортов мне кажется это вообще бесполезно сейчас брюмастер угадывает с руной и решил в инвизи пойти на топ сразу же сигналит сюда алкофайтер и призывает партнеров по команде своих отступить ну они отступают брюмастер совершает очень плохой ганг попытку даже ганга ганга то не было по сути а в это время дэс профит получала экспу чувствует себя очень-очень уверенно сейчас брюмастер будет заходить бить ее вот так даже ну ладно получит майншип пару тычек ну пол хп буквально снес на развороте сейчас еще раз продует но если бы не бегал так часто эскей то но все бы было гораздо лучше а в итоге что мы видим по крип стату 723 колоссальное преимущество на пятой минуте в три раза он уже проигрывает по крип стату да и вообще все герои квотл пока побеждают по этому показателю три ключевых героя имеют три топовых крип стата на карте мейн керри мид герой очень далеко соответственно на пятой шты позиции что не очень хотелось бы для такого рода персонажей king of god сейчас купит себе пт и можно будет снова нападать по сути с катапульта и с рубиком можно и в спину зайти почему нет но не решается пока на такой мув просто стоят не дают подходить эмберу на миде снова просел очень сильно эскей он ботал в этот раз обузить стал 15 секунд остается ну какой то не тайминговый обуз в этот раз и руна скоро появится и он ее не возьмет себе ну разве что так просто пойдет чтобы не оставить дес профита ну такое дазл тем временем улетает на верхнюю линию понимает что снизу ловить нечего ну разве тренд протектор это тот герой который должен соло стоять не знаю сейчас прячется от фуриона фурион фурион имеет центри вот так вот тренд убежать отсюда просто нужно бремастер руну какую то использовал я так понял или не он нет да тем временем дазл убивает кстати рубика сейчас нападает на дазла есть грейв вайпера нужно убить и если винармор сейчас вовремя тренд протектор все сделал отлично сыграл бежать 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 за паришином но кстати не стал ультить а если бы ультанул то убил бы по любому жалеет почему то свой тиммейт бремастер при том что кулдаун ну не такой большой в этот раз в этот раз говорю в этой версии конечно 140 всего лишь секунд это нормальный кулдаун для такого скилла сейчас будет нападать вот так вот решили напасть на дэс профит и она ну сильно проседает тп кто-то сделает нет рубик сюда бежит нужно поднимать кого-нибудь поднимают в итоге дэс профит и дают возможность тп сделать еще и апаришину тем самым можно можно сказать бремастер спасает сейчас дэс профит зато сюда тп делать неплохое висперс так а дазл подтягивается панда также здесь и в итоге 4 героя квотл перетянулись ну и совсем неожиданная для меня драка произошла на топе когда погибли 2 героя квотл и ни одного героя максим g при том что они вроде как нападали вот такие неудачные драки в итоге сказываются на дальнейшую игру вот фуриона все прекрасно полторы тысячи есть мидас должен купить в минуте наверное к десятой и уже благодаря нему спокойненько зарабатывать голду и отрываться по фарму так как мидаса больше ни у кого не появится и фурион по идее должен быть топовым по нет ворсу рано или поздно вот так вот заходится дэс профит просто убивает ну загулял здесь тренд почему я до сих пор не понимаю почему по прежнему тренд левел шесть и просто стоит снизу убивает крипов а тейтхантер левел пять и вот ну вы видели сами пришел плюнул в фуриона а тот спокойненько убежал без каких-либо проблем нужно что-то придумывать команде мэй мэй что делать дальше вообще потому что давление нарастает крипстат у квотл увеличивается денег становится все больше что с этим делать пока непонятно нападает сейчас на king of gods вайпер проседает есть ультимейт от тренд протектора проседает также очень сильно а а и а а умрет да а минус нападает сейчас еще и на вайпер у вайпера очень много хп у вайпера у вайпера все хорошо вайпер выживает неплохо как фурион ультанул по пол столба снимает сейчас практически любому герою команды мэкс мг эйс ну получил он свой шестой левел вайпер вайпер покупает мекку все правильно мека ранее очень полезно по сути героев которые смогут с руки наносить дэмэдж полно у команды квотл это и физ урон от духов банши это и фурион это и вайпер магического урона у них также предостаточно и по сути все у них хорошо только по счету почему то проигрывают сейчас по экспе глянем тут качели небольшие но по голде потихоньку потихоньку начинают наращивать преимущество уже около двух тысяч еще и мидас появился то есть с каждой минуты преимущество будет только расти расти и расти а если еще и тавера начнут забирать а это вполне можно сделать тем временем умирает здесь apparition да что он сделал не совсем ясно а тэдхантер прилетел и реализовал свое тп по вот прием вот всё неплохо делает квоту кроме как меp умирают слишком часто сейчас попытка напасть на фриона и ульта то нету бре мастера и маны просто не было а если бы сульта начал нападать то возможно и убил по флеона Фейзы покупает Ну Кстати, у Бремастера 26 крипов Даггер там появится минут через 5 В лучшем случае, это очень-очень мало Даггер к такой минуте Уже должен потихоньку появляться И не нужно, конечно, покупать никаких Фейзов, ну, либо Арканы Чтобы хоть как-то команде помогать Либо вообще ничего Фурион такой бесхитростно ЭТП делает Сейчас Транпротектор же зайдет Тетхантер, ультимейт, отличный по четверым Третпротектор также по четверым Но очень много хп Очень толстые герои, сейчас погибнут же Все герои Максим Джи Минус 1, минус 2 В чем заключался ганг, я так и не понял Они просто зашли, дали 2 ультимейта И нанесли 0 урона Это еще без Мекки все было То есть Ну Такое, драться без Бремастера Это самое глупое, наверное На что сейчас может предпринять Майкс МГ Я бы на их месте Ждал все-таки своего мидера Так как он наносит, по сути Больше всех дэмэджей сейчас Среди всей команды Эмберспирит Вот такой скилл билд выбирает Все на двоечку Такого я еще не видел Как правило, максит либо 1-2, либо 2-3 Ну вот так вот он решил Диспрофит будет покупать себе Юл Интересное решение Сейчас вот так нападает панда Я вообще не понимаю, что он делает Он без клэпа это все делает Нападает на вайпера У вайпера проблема У вайпера 600 хп остается Нужно бить Сюда летит еще и опаришн Без маны зачем-то летит Просто летит Гаш и снова ульт панды в никуда Вообще какие-то сумасшедшие Глупые мувы От Майкс МЖ Что делает Эскей Мне вообще не ясно Ну хорошо Есть 4 героя здесь Нет ульта у панды Есть ульта у трента Нет ульта у тайтхантера Чем вы собираетесь драться Против вайпера Кробилос с ультом И Мекки И Фуриона Который всегда прилетит Драться не о чем Опять глупейшие какие-то перемещения Я надеюсь, что Они одумаются И сейчас просто убегут отсюда И отдадут Товер без боя Ну как без боя Пооткидываются Нужно затягивать немного игру Так как Имбер Спирит Имбер Спириту хоть и Крайне сложно будет В лейтгейме Затащить Но Это возможно Майкс Мжи сейчас Пытаются как-то Задефить снизу Есть ульта большие И Товер проседает Мека также есть По-прежнему Ну 3 на 3 снизу Плюс Профет Который прилетит Не знаю Пока мне не нравится Перспектива Для драки От команды Майкс Мжи На топе Эмбер пытается Тем временем Как-то засплитпушить Ну вряд ли у него Что-то получится Ультует Фурион Сейчас попытка Напасть возможно будет Нет Никто не нападает Брюмастер 30 секунд Ульта остается Тренд пытается Как-то защищать Вышку Ну все Это бесполезно Попытка Задынаить Разве что Может увенчаться Успехом Да Дынает Все Отлично Но стоило ли Для этого Оставлять трех героев Здесь Не знаю Мне кажется нет Так как понимали Квотал что У Брюмастера Ульта еще нет И по сути Доказать он им Ничего бы не смог В этой драке Он бы просто бегал Как мясо Один может быть Два клэпа дал Которые бы спокойно Меккой выхилились Эйс Непонятно что Будет покупать Ну скорее всего Даггер Это было бы Самым правильным решением В этой ситуации Вайпер улетает Наверх фармить В лесу Тем временем Эмбер продолжает Убивать крипов Ну и Барабан Решил купить он Такой себе вариант Сейчас у Трента Проблема будет Сайленс будет Нет Сайленса нет Очень странно Что не было Сайленса Бремастера нет В драке Не стоит драться Без него в очередной раз Ребятам стоит В этом убедиться Но почему-то Продолжают Продолжают Как-то Бездумно ходить И И проигрывать драки Вайпер Вайпер Ну точно Такой же Итем билд Мека Даггер И потом Будет что-нибудь МКБ Возможно Так же В принципе Все это правильно Или это будет Не БКБ Кстати Может быть Огоним Сейчас нападает На Трента У Трента Проблема Есть Грейв Но Одна тычка От Вайпера Нет Выживает Кстати Трент Бежит сюда Бремастер Берет Инвиз Квотл Должны были Это видеть Прямо Под вардом Он его взял Неужели Не увидят Неужели Бремастер Зайдет Спокойно Будет Глупейшая Ошибка От Квотл И не знаю Да ладно Нет Есть Вар Неплохой Ревед Сейчас Если Застынет Панда Да Панда Застывает Ульт Украл Рубик Сейчас Отбратный Ульт Дает Очень Хороший И Проблема У Трента Трент Очень мало ХП Ладно Хоть Панда Успела Разульти Сейчас Умрет Банч Скорее Всего Да Умирает Банч Здесь Эмбер Еще Пришел И Стоит Напасть Чуть На Фуриона Даблкил От Эмбер Спирита Фурион Живет Живет Фурион На развороте Еще Убили Каким-то Образом Брюмастера Тем не менее Погибает Фурион И 3 в 1 Драка В пользу Майкс Мг Очень Неплохо Хотя Изначально Казалось Что Все Будет Более Чем Плохо Так как Рубик Успел Реведж Украсть Успел Реведж Дач Очень Хороший По 3 героям Или даже По 4 И Брюмастер Не смог Зайти Без Чтобы его Спалили Его спалили Но Этого не хватило Чтобы С ним справиться Он даже Застыл По сути Драка Которая Должна Была По Всем законам Доты Заканчиваться В пользу Квотл Завершилась В пользу Их Соперников Ну и вот Такое Бывает Сейчас Стоит Возможно Отойти Пофармить Потому что Ну Я конечно Понимаю Что Эмберспирит Очень сильный Герой И Герой Который Способен Защищаться Очень долго Но я Здесь Отдаю Предпочтение В лейтгейме Команде Квотл Так как Вайпер Диспрофит И Фурион Все таки Смотрятся Поинтереснее Однако При наличии Рефрешера У Тайтхантера С двумя Реведжами Даже эти Три героя Возможно Не смогут Справиться И Эмберспирит За два Реведжа Там два Три раза Прыгнет Нанесет Кучу урона И Ну Способен Там убить Кого угодно Даже Такого толстого Героя Как Вайпер Даже Диспрофит Которая Так же Скоро Соберется В ХП Ну Стоит ей здесь Купить Конечно же Дараску Рано Или поздно Шива Скорее всего Будет Может быть Хекс Очень много Разных Билдов На бандж Есть И через Некра Ее Покупают Собирают И Много Еще чего Фурион Фурион Снизу У Фуриона Есть Некра Один Это Будет Фурион Стандартный Такой Который Пушит Сейчас Все Рассредоточились И начали Фармить Кстати Тейтхантер Два Даггера Купил Прикольно Получилось Видимо Купил Продал Купил Смысл Ну ладно Сейчас Заварушка Снизу Намечается У Этих Двух Толстых Парней Они Кстати По телосложению Даже Похоже Да и Ходят Они Практически Одинаково Проблемы Могли Быть Ну ладно Хоть Отошли Догадались Что Запахло Жаренным Что Не один Здесь Вайпер Находился Если Даггер А Даггера Нет И сразу Решил Покупать Себе Аганим СК Ну Это Уже Вообще Что-то Сверх Странное Я такого Еще Не Видел Надеюсь Что Он Где-нибудь Узнает Посмотрит Игру Какой-нибудь Команды Прочитает Гайд Возможно И Впредь Начнет Покупать Даггер Так как Ну инициация Реально Довольно Глупо Смотрится От Бремастера Когда он Сначала Ультует А потом Бежит То есть Не было Даже попытки Зайти с Клэпа Притом Что Он Настолько Жирный Что Убить Его Очень-очень Сложно До того Как он Развельтуется И Хотя бы Попытаться Зайти Дать Клэп Было бы Гораздо Полезнее Чем Просто Улететь Непонятно Где И потом Бежать Пандами Тратить Драгоценные Пару-тройку Секунд Сейчас Еще и Агоним Се Купит Ну Вообще Мы Клэпов Не увидим Инициация По сути Будет Только От Тайтхантера Не Самым Лучшим Образом СК Отыгрывает Да Простит Он Меня Это Действительно Так Алкафайтер Есть Урна Есть Брейсер Есть Варды Ну Все Нормально Для Рубика Все Таки Рубик Это Не Это Даже Не Апаришн Который Решил Покупать Себе Агоним И Такую Привилегию Как Покупка Вардов Полностью Передал В руки Рубика Так Ну Стоит Подраться Возможно Майкс Мг Во-первых Потому что У Брюмастера Левел 11 Во-вторых Потому что У Тайтхантер Левел 11 И Даггер У Тренд Протектора Мекки Конечно Еще нет Но У Тренд Протектора Есть Ой У Эмбер Спирита Уже Что-то Появилось Возможно Дезолятор Будет Сразу Покупать Но Опять Спорное Решение Нет Баттлфури Нет Хотя Это Может быть И Майл Шторм Дезолятор Безусловно Полезен Будет В особенности Для того Чтобы Пробивать Жирных Вайперы И Дез Профит Но С Майл Штормом Он и пофармить Побыстрее Сможет Как Впрочем Из Баттлфури Поэтому Я бы на его месте Задумался О Покупки Майл Шторма Начинает Падать Т2 По миду Квотл В принципе Спокойно Могут Ее забрать Никаких Сейчас проблем Не будет Однако Однако Эмбер Спирит Сделал ТП Он собирается Идти драться Ульт Есть От Дез Профит Т2 Падает И что дальше Вот что они будут делать Ульт Банше прожало По сути зря Так как Было ДД Были Некра Были все герои рядом Что делать в такой ситуации Рошана идти бить Но очень спорное решение Рошана не убьешь Дойти до сюда Забрать Т2 Тоже не получится Потому что Ульт сейчас закончится ДД сейчас закончится Фурион улетел Фуриона кулдаун Хоть он успеет вернуться в драку Но до того как он вернется в драку Могут все погибнуть Попытаться напасть на Эмбер Спирита Ну хорошо Цепанули Дальше Сайленс должен быть Если Сайленса не будет Он выживет Нет Есть Сайленс Реведж великолепный По троим Сейчас тренд еще зайдет Минус 2 Минус Еще и Death Profit Наверное или нет Или убежит Есть Фейзы Неужели не цепанет Цепляет Минус 3 Трипл килл от Эмбер Спирита У которого Есть Дезоляторы У которого еще 1000 сверху Сейчас еще и Вайпер здесь проседает За ним бегут Эти два толстых паренька И Убьют еще и Вайпера Есть Мека Не хватит скорее всего Меки Да Клэп 4 в 0 драка Безобразно ее провели Квотл Ну как я и сказал У них не было ничего Фурион Ладно Он занимался своим делом Он сплитпушил У них не было Некрономикона У них не было Ульта Банши У них А значит у них по сути ничего Не было без ульта Банша Драться Против таких героев Абсолютно бессмысленно И абсолютно бесперспективно Даже несмотря на то Что очень посредственно Отыгрывает СК По сути ключевой герой На всех этапах игры Квотл Проигрывают драки Одну за другой И Перспективы на победу В этом матче У них конечно тает на глазах Давайте взглянем на графики Вот такой вот мини камбэк От Майкс МГ В плане голды По экспе же Уже Довольно существенное преимущество У Дайр Как-то 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 все не заладилось У Квотл При том что В начале Мне казалось Все будет гораздо лучше Да и по крипстату Посмотрите Только Эмберспирит Где-то рядом Все остальные герои Просели И по сравнению с Вайпером И по сравнению с Кробилус И Ну ладно Суппорта конечно В разы Перефармили Суппорта в Квотл Ну это Суппорта Это не самое полезное Ну что можно купить Дазлов Чтобы быть полезным Юл он себе покупает Спорное решение Три семерочки ХП Этого очень мало Тренд протектор Ну тренд вынесет Мекку это да Это действительно хорошо Это сильно Тренд с Меккой Это очень серьезно Бремастер есть Аганим 13 левел Даггера нет Мне вот интересно Сейчас он будет покупать даггер Или решит купить что-то новое Вдруг это будет какой-нибудь Новый бремастер через Ну как новый Конечно покупали ИСИ уже Там в Китае И я писал Блэйд Мы покупали Я даже не знаю Что можно нового Купить Надо посмотреть Да нет ничего Я вообще за диффуза Всегда Диффуза Самый классный Итем в доте Самый недооцененный Итем в доте Конечно Это бред сумасшедшего То что я сейчас сказал Ну не по поводу того Что диффуза Самый крутой Итем А по поводу того Что их стоит покупать Панди Ну Есть ли ульты Да Есть здесь ульт Есть здесь ульт И главное Что есть Здесь ульт И нужно Идти давить Можно даже Без имбер спирита Давить В принципе Хотя нет Без имбер спирита Будет Слишком мало урона Будет Много дизейбла Будет Вроде все так красиво Несколько секунд Как только дизейбл Закончится Вайпер Кробилус И Паришин Всех там поубивают Нафиг Так что на месте Команды Майк 7G Я бы наверное В пятером пошел давить Вот сейчас появятся Криты Возможно какие-то У эмбер спирита И уже вот с таким Этим билдом Драться спокойненько В пятером Кстати что он теперь Решил себе купить Ну теперь это будет Майл Шторм Или БКБ вообще Нападает на Фуриона Фурион 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 улетает Фуриона не цапанул Эмбер И Чудом Фурион остается в живых Виспер здесь Ну мне кажется У него душа в пятки ушла Вся жизнь перед глазами Перелетела Пролетела И Был награжден Небесами И выжил Дазл Дазл Ю Ну Как я уже сказал Это очень спорное решение Есть куча Итемов Более полезных И Дешевых даже Ну есть Форстав Который очень круто Против Вайпера заходит Есть Госкипетр Который также против Духов Банши Против Вайпера Будет всегда полезен Тем временем Умирает снизу Фурион Тайдхантер Рулит на него потратил Но Это не сильно Мне кажется Его разочаровало Потратил Потратил И потратил Судя по тому Как мало они драг проводят Вообще То вот эти 150 секунд Ну это Ничего не стоит для них БКБ у Эмбер Спирита И как его теперь убивать Мне кажется Это вообще будет невозможно И ставлю на то Что Эмбер Спирит Не умрет больше За эту игру Хотя Мне кажется Я преувеличиваю Неплохо цепляет двоих Огромную кучу демеджа Наносит Здесь Брюмастер Разультовал И Как-то расходятся все Но Тренд Протектор Цепляет Убили Также Кробилус Вайпер с БКБ Сейчас будет бежать Он может не убежать Он просто реально Может не убежать Так как Пойдут дальше Но Брюмастер Цепануть-то не может Зато Цепанули Рубика Он подставился И Рубик минус Сейчас что Пойдут ведь на Вайпера Не попал к лэпам Ну Рубик глупая смерть Опять Никакущая драка От Квотл Майк СМГ Наращивает преимущество И сейчас должны Должны Т2 Просто забрать Помешать им Мало что может Ульта Паришна Прилетит Ну ладно Прилетел Окей 200 хп Нанес 200 урона В смысле И И все Здесь Фурион Как-то понапрягала В очередной раз Эйса Эйс Все это Втерпел И продолжает Уже фармить Крипов Фуриона Сейчас попытка Напасть на Вайпера Вайпер Пытается отойти Отойдет конечно Ну Крайне сложно Запушить Кровилась Когда она Откидывает Постоянно Первым скиллом И Убивает Моментально всех крипов Ну вот так Вот вместе с Рубиком И просто Стоят И ждут Стоят и ждут Когда же Откатятся ульты Ну стоит наверное Отойти просто Сейчас попытка Цепануть Брюмастера У него появится Ульт через 5 секунд Поднимает Не по таймингу Все Ульта Тренд протектора Хороший Летит сюда Ульт Фуриона Брюмастер Эмбер Также здесь Проблемы У Рубика Рубик минус Проблемы Также будут У Вайпера Вайпер минус Тренд Живет Еле живет Конечно И Должен умирать Он здесь Неужели выживет Нет Прячется Уже Троих героев Убили Фурион Также минус И сейчас Стычки Должен убивать А Париж Нет не убьет Он еще сам убьет Нет убьет Вот так вот Как-то очень много урона Нанес 5 в 1 драка Погиб только Дазл И несмотря на Перспективный пик Несмотря на Перспективную расстановку По линиям Несмотря на посредствую Несмотря на посредственную Игру Брюмастера Одну за другой Драки проигрывает Команда Квотл И шансов на победу У них Ну практически не осталось У Фуриона Мы сами видим Что есть Хоть у него есть Мидас Хотя какие могут быть Претензии к Фуриону Он вроде как Все нормально делал Он летал по всей карте Он Сплит пушил Ну разве что умер Здесь разочек С другой стороны Все вроде как Неплохо у него получалось Трипла вроде Ну наверное Винить стоит только Триплу ребятам Так как Они должны были Напрягать Убивать А вместо этого Имбир Спирит Каким-то чудом Сейчас перефармил всех Ну и убивает Как мы видим Всех Еще и ДД подобрал Ну если бы сейчас подраться Да Но подраться Хотя Хотя Все есть для драки По сути Да Нужно просто идти И драться Вот такая вот Кривая 1007 Наверное Выиграли По голде Просто сплошняком Ну и Больше 20 выигрывают По Экспе Это очень много Это практически Не отыгрывается 6-20 Счет Не знаю Чудо камбэк Пока не светит Здесь еще и цепляют Фуриона Зачем-то БКБ Прожал Зачем он прожал БКБ Фурион сгорает Год лайк уже У Ювелира Ну Зачем БКБ Только прожал Вроде и так Спокойно убивал Без препятствий Сейчас еще Рошана забрать Майкс МГ И Пойти просто По одной из сторон Закончить игру Мне кажется Квотл не будут Долго сопротивляться Если Их соперники Пойдут просто По одной из линий А может и будут Ребята хотят выиграть Я думаю Фасткап Я напомню Что совсем скоро Начнется Пресезон кап В котором Советую поучаствовать Всем командам Которые Играют на СЛТВ Там Действительно Можно Пробиться В случае победы Довольно далеко И Заявить о себе Я думаю Каждый бы хотел Ну и сейчас Будет какая-то драка Попытка напасть На Брюмастер Но это Брюмастер 2000 хп Блэйд Мэйл Аганим И ульта Убить его Ну Нереально сложно Сейчас на развороте Пойдут Есть Дагера Есть все вообще У Майкс МГ Фурион Ну Фурион все правильно делает Фурион отходит Они продолжат Давить Им сейчас Пофигу будет Есть ли там Есть ли с ними Крипы Нет с ними Крипов Драку просто Нужно начинать Где-то здесь Не под вышкой Вайпер Загулял Загулял Но Брюмастер Не может цепануть Был бы с Дагером Цепанул бы Сагрились бы На Брюмастера все Влетел бы Тайтхантер Влетел бы Тренд И всех бы убили В итоге В итоге мы имеем То что имеем Вот так вот В наглую бежит Тренд Вообще не боится Ничего Попытка зацепить Дэс Профит Но пока Безуспешно И Т2 падает И вот так Влетает на двоих Неплохо Сюда еще и реведж Эмбер влетает Банж себя поднимает Опускается Минус Рубик Год лайк уже У Эмбер Спирита Минус Вайпер Так же Очень много дэмэджа Эмбер нанес Дэс Профит Неплохо так Бегает Летает Наносит урон Но Этого недостаточно Здесь еще Эмбер Спандой Бегают Прыгают Минус 3 На самом деле Очень тяжело Комментировать То что и так Известно В плане Исхода Ну понимаешь Что Драку Может помочь Выиграть команде Квотл Разве что Нахождение В АФК В всей команды Майкс Мг Просто настолько Много сейчас Итемов У Эмбер Спирита По сравнению С тем же Вайпером Что Не представляется Возможным Выиграть Драку Для Аквотл Падает Первый Барак И Барак Упадет Драться нечем Просто нечем Эмбер Спирит У него есть Все Примастер Через 40 секунд Появится Ультимейт Тренд в очередной Раз влетает Очень хорошо По троим Минус Оппарейшн Пытается убить Сейчас Фуриона Должны убить Фуриона Сейчас прыгнет И убьет Фуриона Нет, вот так убивает Цепанули еще и Вайпера Сейчас прыгнет и убьет всех Я же сказал, минус 2 Остается только Рубик И Алкофайтер пишет ИГГ Понимает, что нет здесь шансов выиграть игру ИГГ Поздравляю команду Майкс МДЖ Они становятся победителями 4 тысячи Я напомню вам, 792 И у них все получится А я напомню, с вами был Морталис Мы смотрели сегодня несколько игр На фасткапе